У нас замечательные гости, для нас большое, великое привилитие, принимательство. Мы очень счастливы, что вы с нами сегодня, и большое спасибо от вас. Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу! Для меня честь, пастор, церковь дорогая, для меня честь быть с вами и делиться сегодня Словом Божьим с вами, потому как действительно церковь Бога Живого это столб и утверждение истины, Божьей правды, Божьей истины, Божьей справедливости, Божьей милости, Божьей любви, истины Иисуса Самого, Слово Божьего. И это прекрасно. И Слово Божье, действительно, это не просто даже писанное слово, не просто вот изданное, допустим, читаемое нами на бумаге или на носителях электронных, нет. Слово Божье, то есть греческое слово графе, оно означает вот печатанное слово, допустим, напечатанное. Вот, например, я на телефон скачал разной Библии, много разных переводов, да, значит, даже мыслим и немыслим разных, ну, пусть будет, как бы, бывает, помогает. Иногда встречаешься с человеком, допустим, которого не знаешь языка, да, как бы, и вот по местам писания ориентируешься и подсказываешь ему, как бы, вот так вот, как бы, проповедуешь его текстом на его языке из Библии. Вот, но, знаете ли, все-таки это писанное или вот скачанное на телефон, там, на компьютеры, это графе, это слово, да, но это еще не все слово. Есть слово логос греческое, тоже означающее слово, да, это мудрость, это совет, это познание, и логос, его уникальность в том, что это, на самом деле, мудрость, и логосом, даже самого Иисуса называют в Библии, логосом, то есть это премудрость, вечная премудрость, но уникальность логоса в том, что им могут пользоваться как верующие, так и неверующие, как религиозные, так и люди далекие от религии, как светские, допустим, психологи или врачи, допустим, или бизнесмены, так и верующие, набожные люди. Логос уникален, он для всех, как бы, да, но есть еще одно слово греческое, означающее, говорящие «рема», «рема». Вот то уже доступно только лишь верующему человеку, по настоящее, и не просто верующему даже, а действительно, как вот не по нарожку, а, как говорится, по правдушному верующему человеку, потому что «рема» Божья – это уже откровенное слово, это сокровенное, открытое слово, это откровение, это то, что, знаете ли, действительно, частью тебя становящаяся, частью твоей души, частью твоей жизни, и тебе уже, как говорится, хоть пол на голове чеши, ничего от тебя это не отнимется, это уже часть тебя самого. А еще переводчики говорят, что «ремы» можно назвать слово «пережитое», или «переживаемое» слово, на практике «переживаемое». Помните, Иисус говорит «блаженно слышащее слово Божие», да? И дальше Он говорит «и исполняющее его». Вот еще еврейское слово «шма», «шма», «слушай», помните, да? Вот когда спросили Иисуса, что есть самое важное вообще во всей Библии, Он начал с этого, в одном месте Писания, с этого исповедания веры. «Шма Исраэль», «Адонай Элогейнум, Адонай Эхат», «слушай, Израиль», «Господь Бог наш есть, Господь Бог единый». А дальше Он говорит «и возлюби Господа Бога, и ближнего». Вот это как бы основное. Так вот, «шма» это не просто, да, переводится как «слушай», но опять-таки «шма» это призыв к действию. «Шма» буквально переводится как «выслушай», «согласись», «прими это» и «исполни». Вот, то есть, буквально «шма» это призыв к действиям еще. И вот «рэма Божья», ее называют, это греческое слово, еще переводчики говорят, что это переживаемое слово, переживаемое, тобою переживаемое. И, к примеру, вот две женщины проводят, допустим, семена, да, по истории, ну, не, ну, если это моя тема, история христианства, извиняюсь. Допустим, о воспитании детей, да, о воспитании детей. И, к примеру, одна уже родила, воспитала, уже, допустим, дети уже в люди вышли, состоялись уже, да, вот, и она уже из этого опыта, исходя, рассказывает. А вторая, допустим, еще не воспитала, и нет еще вот этого практического, да. Вот в устах первой женщины это будет именно «рэма», а в устах второй это будет, говорят, «логос», скорее всего. Хотя, не факт, бывает, что действительно даже, как бы, человек не пережил это еще, но уже есть откровение об этом. Да, столб и утверждение истины. Так что, дамы и господа, братья и сестры, церковь — это не просто собрание людей по интересам клуб любителей Иисуса или что-то еще. Нет, это намного более важнее. Иисус, Он каким-то удивительным образом, да, Он верующих поселяется в сердцах, но Он каким-то удивительным образом и среди нас, во всей своей полноте, я так полагаю, прямо сейчас, среди нас присутствует. Он сказал «Я с вами во все дни, до скончания века». Аминь. Во все дни и сегодняшним днем Он с нами. Это прекрасно. Спасибо, Господь. Благодарю Тебя за эту честь сегодня говорить Слово Твое, свидетельствовать моим братьям и сестрам. Благословен Ты Бог наш, Царь Вселенной, собравший нас вместе, как птица птенцов своих, как отец своих детей, сыновей и дочерей собирающих. Благословен Ты Бог наш, возлюбивший нас, возлюбивший свое творение и отдавший Сына Своего и Единородного, кровушку свою за нас пролив. Спасибо, Господь, за все, за Духа Святого, за жизнь вечную. Аминь. И вот хочу прочесть из синодального перевода по Старик Римлянам, 8 глава, 38-39 стихи, в конце 8 главы, а потом чуть позже, уже начало 9. Так вот, конец 8 главы, по Старик Римлянам, 38-39 стихи. Ибо я уверен, пишет апостол Павел здесь, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая никакая тварь, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь. Никто и ничто абсолютно не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь. Вот это действительно, вот она благодать. Вот она милость Божья. И это действительно умунепостижимая. Любовь, любовь, которая, все, что на земле мы знаем, это как лишь слабый отблеск, это как бы, как один проповедник говорил, как запах с кухни, это еще не сам обед, как бы. Да, или как увертюра, подготовка еще. Знаете ли, это, как бы, да, это еще, ну вот, не сам брак, еще помолвка еще, да, или как вот раньше говорили, обручение, да, потом венчание. Вот, это еще только подготовка, это еще как бы даже не школа, еще подготовительный класс. Да, но, действительно, на этой земле мы вкушаем уже вот того, чего не слышало ухо, и чего не видел глаз на этой земле, на самом деле, не приходило на сердце человеку по-настоящему, но Бог приготовил и открывает нам это, Он приготовил это для личности, можно поточку, извиняюсь, да? Да, и, значит, все-таки надо ленький рясо пошевать. Уже, как бы, уже не раз об этом. Да, спасибо. Ну, назвался груздем полезай в кузовок. Рясо так рясо. Хотя иногда и без рясо проповедую, но надо, надо. А почему тоже вот спасибо, спасибо. Это тоже вот, знаете ли, одна из уму непостижимых таких проявлений Божьей любви. Знаете ли, вот он свою любовь очень так проявляет по-разному, и его воля есть, апостол Павел там в другом месте Писании пишет, чтобы все, он хочет, чтобы все любви спаслись, да, и достигли познания истины. Вообще, он хочет всех спасти. И в Новом Завете интересно рассказывается, что вот мы заходили в храм, значит, традиционный православный храм здесь, значит, заходили, и там, ну, конечно, немного атмосфера так вот, такая средневековая, такая, как бы, чуть такая унылая, такая, с груздцой такой, как бы, да, ну, как бы, и образы вокруг не улыбающиеся, такие очень даже, мягко говоря, вот, как бы, и вот, и там, значит, одна там такая, вот, как бы, была, как образ, такая картина, такая вот, распятие, и вот, значит, и внизу там, под распятием, такой, череп, кости валяются, и вот, как раз, вопрос, что это такое, как бы, череп, кости там эти, ну, в общем-то, богословы православные сами еще, как бы, толком не решили, как бы, спорят, есть разные мнения, как бы, вот, большинство считает, это, это дьявол, как бы, кости сатаны, как бы, дьявол, значит, смерть, означающая символ смерти, вот, значит, другие говорят, тоже, такое мнение популярное, такое, что это кости Адама, вот, могила Адама, ветхого Адама, нашего пра-пра-пра-пра, пра-батюшки, значит, вот, значит, да, отец всем нам, по плоти, вот, значит, И вот даже красивая легенда, что могила вот того Адама была как раз вот там, под Голгофой. И вот как бы кровь, такой красивый образ такой, кровь нового Адама, Иисуса Христа, да как нового Адама, она упала на голову, как бы капала на голову, на кости ветхого Адама. Ну, красивые сравнения, да. И вот, ну, действительно, Новый Завет открывает нам такую тайну, которая за два тысячелетия, она, тайна-то уже раскрывалась уже, и раскрываема хорошо, но до конца она еще не раскрыта. Она такая таинственная тайна какая-то, что сам Иисус, это есть новый Адам, новое человечество. Знаете ли, это, я думаю, что тварь стена этой мученицы по сей день, ожидая откровения сынов Божьих, вот, ну, самое важное откровение, откровение о спасении. Знаете ли, откровение, если узники в темницах, то, как бы, самое важное откровение для них, это свобода. Знаете ли, и ничто не радует, даже дополнительная пайка им будет не в радость, так как именно весть о свободе. Об амнистии, о том, что царский указ есть, допустим, что все, вот, как бы, свобода. Вот, и те, кто в вузах, допустим, да, в темницах, значит, да, для них самое дорогоценное слово свобода. И вот человек, он даже так сотворен, интересно, по сути, свободным человеком-то. И ведь недаром в любой культуре, когда наказать хотят человека, да, его лишают свободы. Вот, понимая, что это, как бы, для человека тягость. Хотя есть такие товарищи, что, как говорится, тюрьма, дом родной, и век свободы не видать, говорят, и вообще, как бы, значит, что, как бы, там, как бы, знаете ли, он себя человеком чувствует. Есть такие, что уже привыкли так, что прикипело, принюхались, что уже, как бы, и не хотят из уз выходить. Но эта деградация, деформация человеческой души, на самом деле, если копнуть глубоко внутрь самого естества, человек, он не такой. Если, даже он клянется божица, но на практике знают, что все равно внутри него есть светлое, есть истинное, есть свободное, жажда свободы, желание свободы. Вот так вот. Даже церковые львы, наверное, снятся все-таки свободные такие, премии какие-то. Ну, я так думаю все, надеюсь. Значит, и, знаете, вот всеобщая такая свобода, амнистия, прощение такое, для всех-всех-всех, по сути, во Христе, Иисусе, они объявлены, эти свободы. Ну, вот, что-то за два тысячелетия мало, пока вот доходит, как бы, эта свобода до населения. Знаете ли, это, с одной стороны, печально, конечно, но, с другой стороны, для сынов и дочерей Божьих стимул к тому, чтобы донести эту благую весть, благую весть о свободе, благую весть об освобождении, что термица рушится, что свобода дана всем людям на этой земле, прощение грехов во Христе Иисусе. Через Иисуса Христа Бог простил всех и вся, вообще, весь мир, не меняя людям преступления, грехов их. Это, ну, это просто милость и благодать. И, знаете, друзья, конечно, как вот и в Ветхом Завете мы читаем, тоже в чтении из Торы, да, из Пятикнижия, там говорится, что жизнь и смерть Бог предложил. Да, выбор дал человеку, но говорит тут же, выбери жизнь. Зачем тебе умирать? Выбери жизнь. И вот, действительно, если мы избираем жизнь, да, избираем Иисуса сегодня, избираем Божий путь спасения, то это просто благодать. И несчастны те, кто пока не видят этой истины. И вот, ну, Божья любовь на всех изливается, сто процентов. Он как солнцу повелевает святи всем, и добрым, и злым, и дождь посылает, и на праведных, и на неправедных. Так, знаете ли, нет же такого, чтобы дождь шел, допустим, на огороды праведников, а на грешников все сухо было. Знаете ли, там уже будет и дорого ясно, что надо что-то делать срочно. Да, и вот, римлянам 9 глава уже следующая. Ну, это одна мысль развивается. Потому что деление на главы, это уже более позднее явление такое. 9 глава, уже 1 стих. Написано, истину говорю во Христе, не лбу. «Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что велика для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». То есть, израильтян, которым принадлежит, дальше там уже, и усыновление, и все, и служение. Знаете, вот такая картина. Человек, вкусивший жизнь, эту любовь Божью, эту благодать, вдруг он говорит такие слова, что он даже настолько вот опечален погибающими, будьте здоровы, вот он опечален погибающими людьми, которые не приняли благодать эту, что он даже был бы готов отлученным быть от Христа. Да, вот такая непонятная любовь вообще. Честно говоря, я вот какое-то время, ну какие-то годы в моей жизни, ну точнее даже месяца даже, месяца, наверное, я как бы не соглашался вот с тем словом. Ну, есть же места из Писания, из Библии, допустим, да, с которыми мы порой спорим или как бы противимся, или не соглашаемся по разным причинам, это бывает. Ну, и Библия, она не создана для того, чтобы мы все, абсолютно все как бы с ней соглашались, как бы и все принимали, как бы не для этого Библии, да, на так. В Библии есть слова не только Божьи, там есть и слова дьявола, там есть слова грешных людей, праведников, и там очень разное мнение высказывается. Библия – это, в общем-то, сборник всего и грехов, и добродетелей, и пороков самых низких, гадких, на какие способна душа человеческая, и самых великих добродетелей. То есть в Библии, на самом деле, много-много всего. Но интересно, что, чтобы Библию правильно понять, уразуметь, именно как Божье слово, нужно любить. Любить Бога и любить окружающих, вот, как бы, секрет понимания Библии, оказывается-то. Вот, потому что в этом все Писание, все пророки в этом, собственно, заключены, как бы, каким-то удивительным образом. И вот, но есть места из Писания, которые, даже если они и, как бы, писаны апостолами, но с ними как-то вот споришь иногда. Ну, по разным причинам, это бывает, знаете ли, по-разному. У меня была вот эта девятая глава Кремлина, начало самое, вот это, такое спорное для меня. Я не мог понять, как может, ну, и понимал, и не понимал. Как может человек, познавший Христа, принявший эту благодать, любовь эту, да, от которой ничто его не отлучит, и вдруг он соглашается с тем, что он сам готов быть отлученным. Интересно. Отлученным от Христа, ведь, я так полагаю, апостол отдавал себе отчет вообще, что он говорит. Это, ну, бывает, конечно, у всякого, наверное, проповедника что-то скажет, потом, ну, как бы, ну, это не так, конечно. Ну, для красного словца, или как-то там, ну, не знаю, там, слово не воробей вылетело, а потом уже, уже после его уже проповеди думаешь, и просишь Господа, ну, пожалуйста, если что-то там не так было, то пусть это, как бы, как оно вылетело, так и вылетело. В одно уху вылетело, в другое вылетело. Вот, а что хорошее, вот, что, как бы, в десятку, что правильное, вот пусть оно, от тебя пусть оно прорастет, пусть оно там принесет плод. Вот, и порой, значит, молишься, вот, чтобы, как бы, так оно было. Вот, и, знаете, друзья, конечно, потому что на проповеди мы высказываем порой разные мнения, и свои мнения, там, и мнения других людей, как бы, и порой очень сомнительное мнение высказываем. Вот, даже, даже цитируя Библию, можно, как бы, знаете ли, и совершенно неправильно. Вот, во вред человеку. Значит, но, дамы и господа, братья и сестры, вот, было у меня противление в понимании вот этого, вот того отлучения, как он мог быть отлученным от Христа, желать отлученным быть. Потому что, ну, для меня это самая большая ценность. Я не мог себя поставить на место его, на место Павлова, и сказать, что, вот, я готов быть отлученным от Христа, тем более за, ну, понятно, за родню, понятно, за, значит, домашних, там, близких людей, за свой народ, Отечество, там, ну, как бы, но быть отлученным от Христа, ведь это же не просто, там, на день, на два, знаете ли, шутка ли. Вообще, я так понимаю, отлученным от Христа. Да, и за их спасение. Тем более, Павел пишет, знаете, вот, о тех израильтянах, которые ожесточились. Ведь Иисус пришел к своим, конечно, да, пришел к своим, в свой народ Израиля, но далеко не все приняли Его с распростертыми объятиями, знаете ли, далеко не все. Те, которые приняли, да, Его, Он дал им власть, конечно, быть чадами Божьими, да, безусловно. Да, но те, которые не приняли, ожесточились и стали гнать Павла сколько раз, знаете ли, и били Его, и даже, ну, по сути, убивали Его, да, забивали камнями, там, всякое было. Мы читаем, что он прожил такие очень, ну, страшные гонения, самые больные, наверное, от своих, конечно же, гонения. Знаете ли, когда он сам вырос в этой среде, понимаете ли, это его, там, товарищи, они, может, вместе в одной из семинарий, как говорится, родопарты с людьми, вот, значит, у Гумалина он учился. Ну, будем так говорить, это друзья порой, и вот самое больное принимать вот камень от, вот, близких людей. И вдруг он за них вот так вот горой стоит. Вот, и, знаете, был момент в 96-м году, когда это местописание, оно мне открылось, рема вот это произошла, вот я один из эпизодов расскажу, поделюсь. Знаете, это было тогда, когда я уже вышел из традиционного православия. До 96-го года я был священником Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Служил, с 88-го года мой стаж, когда он начался в Русской Православной Церкви. Мне очень нравилось мое служение, до того я был художником, художник-оформитель, мастерская, вот, как бы, и для меня это жизнь, краски, кисти, холсты. Хотя, конечно, я так вот церковлялся, будем так говорить, и помогал одному священнику, другому священнику. Иногда даже на пиросе помогал, но когда никому нету, никому даже читать петель, я уже выходил, приходил. Вот, на вечерних, допустим, какие-то, на все-ношных, в маленьком сельском храме, допустим, там, две бабушки и все. Или одна бабушка, один батюшка и я вот. А та бабушка вообще глухая, понимаете? Выбирать не приходилось, батюшка меня ставил на глину, книжку и все, и вот читай. Знаю тебе, хочешь, не хочешь, научишься. Вот, значит, ну, в начале 88-го года, вот, этот сельский священник, вот, пожилой человек уже, мне он очень понравился. Я в городские храмы ходил еще, но там мне не нравилось, потому что, ну, священники были, ну, далекие от веры, собственно. Ну, они жили своей жизнью светской и, как бы, когда пытался как-то поговорить с ними, вот, именно о вере, о Боге, им было скучно, им было неинтересно. Вот, у них были свои интересы, люди были явно, ну, как я сейчас понимаю, невозрожденные. Вот, светские люди, при том еще советские, как бы, такие. Вот, и, ну, когда алкоголь, сигареты, блуд, это все, это, понимаете? Это, а я еще молодой человек, мне настолько противно было все это, как бы, и я, ну, редко захаживал, так вот, зашел, как бы, и вышел в эти храмы. А вот туда, в этот храм, я, значит, стал ходить регулярно, он, как бы, за городом, как бы, но мне он нравился. Священник пожилой, и видно, что он был не просто старый по годам, он был верующий именно, он часто молился, не просто повторял молитвы, допустим, вот, какие там положены, да, вот он в это вкладывал что-то, на самом деле, в свою душу, и иногда вот поздно вечером уже, там, приходил, и вижу, он там на коленях стоит, плачет, молится. То есть, ну, мне это очень нравилось, что он, действительно, он посвящает ему свою жизнь, вот, он, именно так он и верил. И вот я туда прилипился, к этому храму, к этому священнику, и вот в начале 88-го этот священник, он предложил мне, Сирожи, говорит, он меня называл Сирожи, интересно, он сам в Западной Белоруссии был, вот, не все, Сирожи, Белоруссия, Сирожи, вот, значит, предложил мне одним словом, вот, на уже, на зарплату, на работу, вот, в храм устраивался, вот, и, как бы, вот, и я, как тот художник, оставил холсты, все, краски, все, вот, и, когда он мне это рассказал, вот, это пожелание свое, я понял, что, как бы, я сам того не понимаю, но мне это тоже уже хотелось, я себе это не признавался в этом, вот, я даже, там, поехал в институт кинематографии, значит, там, в горько, поступил туда, значит, там, на режиссерские курсы, значит, писал короткометражные эти вот сценарии, мне так нравилось это, я, после художественного училища, у меня, моя мечта была уже туда, вот, понимаете ли, значит, насмотрелся Тарковского, насмотрелся еще кого-то, мне очень хотелось вот такие художественные, такие моменты, такие вот, короткометражные, такие фильмы, где вот именно будет зрелищная картинка такая, блядь, работа оператора меня завораживала тоже, но вот именно на режиссерские курсы я вот пошел, и вот, в последний момент все переиначилось, я забираю документы и в семинарию, в Загорске, да, значит, и, знаете, вот, интересно, все как-то пошло совсем по-другому в жизни, но, я Богу благодарен за вот и того священника, он дал мне путевку в жизнь такую же церковную уже, знаете ли, жизнь, и вот много, как говорится, всякого этого текло, я стал сам священником в 91-м году, вот, как бы, ну, вкратце рассказал вам о своем пути, пути, как бы, религиозном, вот, но, к сожалению, став именно религиозным служителем, став именно, одно дело быть верующим, так верующим, другое дело быть верующим профессионально, как бы, да, уже на зарплату, по профессии, это совсем другое вообще, восприятие мира и вообще, и церкви, вот, и часто это не в лучшую сторону вообще на человека влияет, чаще, ну, по крайней мере, на меня это повлияло очень дурно, честно говоря, и потому что, знаете, когда, вот, я и Бог, да, и Библия была в моей жизни, вот, вначале есть книг по атеизму, потом уже настоящая Библия, вот, все было совсем по-другому, но там, будучи уже, ну, частью, становясь частью системы, знаете, остановился каким-то винтиком, да, в каком-то механизме таком религиозном, это, ну, это полбеды, это, ладно, как бы, это можно было пережить, но самая большая для меня была, вот, трагедия тогда, это, знаете, то, что я погружался во всякого рода заблуждения такие, как я сейчас понимаю, я научился молиться разного рода посредникам Богу, вот, допустим, по дороге мы вот общались чуть-чуть, вот, с братьями, я вот как раз брату говорил, что значит, что, говорю, вот, я как реформатор сейчас, да, вот, с самого 96-го года я не молюсь другим посредникам, ходатаем к Богу, то есть мне сегодня утром, допустим, даже не надо было голову ломать, кому же помолиться сегодня мне, какому святому, какой нужде я буду молиться сегодня, то есть я, как бы, уже давно не ломаю голову над этим вопросом, но было дело иначе в прошлые годы моей жизни, моего христианства, в частности, вот, начала 90-х до самого 96-го года. В 91-м году, став уже священником сам уже, я полностью погрузился в эту религиозную атмосферу, то есть я научился, не просто даже научился молиться разного рода посредникам, я в этом стал преуспевать. Если в 88-м, в начале 88-го, то я, конечно, говорил там отцу Иоанну, я знал, что он такой человек грамотный и именно верующий, и я спрашивал его, говорю, отец Иоанн, мне вот, честно, непонятно, зачем можно молиться кому-то еще? Мне как-то стыдно было, честно говоря, ну, при лицом Бога, кого-то на стороне еще, вот, знаете ли, обращаться к кому-то. Это как бы, не даром в Библии это сравнивается с супружеской неверностью, с прелюбодеянием. Многобожие, само многобожие, чем оно опасное? Израиль, допустим, он не забывал о Боге Авраама, Исаака, Якова, они помнили всегда Иегову, Бога Небесного, да, они помнили, безусловно, во все свои, вот, будем так говорить, века существования, но время от времени научались подражать верам, верованиям разных окружающих народов. И, знаете ли, и помня о Боге, Создателе своем, они начинали молиться еще, там, Валом, Астартом, они начинали молиться разного рода посредникам, разного рода богам. И интересно, что Бог посылал своих пророков, в Библии это очень четко видно, я думаю, вы это тоже обратили внимание на это, обращайте. Когда Израиль сохранял верность к Богу, да, Бог называл своей возлюбленной, своей женою, да, своей невестой, женой, свои, такие очень красивые сравнения. Особенно в «Песне песней», да, книга «Ширка Ширим», там сравнение именно взаимоотношений мужчин и женщин, да, взаимоотношениями, тогда же уже в древности говорили, что это книга о взаимоотношениях Всевышнего, Бога и его народа, Бога и души человеческой, дух Бога и душа человеческая. Вот, много очень красивых таких сравнений, и даже мудрецы двух разных школ, противостоящих друг другу школ богословских, иудаизма, древности, еще до Христа, до нашей эры. Например, это школа Шамая и школа Гелеля, две разных школы, они спорили друг с другом по-разному, даже пустякам даже. Ну, даже вот на Ханугу, допустим, в школе Гелеля, на Ханугу, на, вот, еврейское рождество еще мы называем, в декабре, знаете, да? Не слышали? Хануга, знаете, Хануга? Ханука, Ханука, нет? Ну, это, ладно, короче, наберете гугл вам в помощь, узнаете, что такое Ханука. Ну, вообще-то, очень веселый, хороший праздник. Знаете, это подарки, это огни, и в Новом Завете лишь один раз упоминается Ханука, упоминается, это в 10 главе Евангелия от Иоанна, 10 глава, 22 стих. Одно лишь упоминание о Хануке в Новом Завете. Там написано, была зима, и был праздник обновления, и ходил Иисус в притворе Соломоновым. Вот это была как раз Ханука, та самая, обновление еще, праздник обновления, обновление храма имеется в виду. Это еще события лет за 200 до Иисуса Христа, как бы, вот, ханукальные. И было, как бы, чудо, там Бог совершил чудо, в Израиле, в Иерусалиме, что когда маковеи, маковеи, это такие партизаны, такие, как повстанцы, такие, не знаю, как их назвать правильно, патриоты такие, зелоты, уже во времена Иисуса их называли вот таких вот, таких зелотами. Вот эти маковеи от слова макаби, еврейское слово макаби, не от слова мак, а то говорят, мак видит, праздник многомагов, ну, я уж слышал такое всякое, порой не приведи Господь, слышал. Но, ну, вообще, на самом деле, это здесь к маку никакого отношения не имеет. Макавеи от слова макаби, еврейское слово макаби, значит, кувалда, молот, молот, кувалда. Вот, и там, значит, там есть разные версии, почему. Был такой Иуда Макаби, его прозвали Макаби. По одной версии у него была рука, как молот, ну, знаете, быка с одного раза вложил. И он римских оккупантов, короче, этим молотом там. Значит, по другой версии, у него не было оружия, он взял просто кузнечный молот. А может быть, обе версии правы. Может, у него и рука была не хуже молота, может, и молот был, кто его знает. Вот, значит, короче, вот от этого Иуда Макаби, такой еврейский геркулес, такой был, значит, того времени, который, значит, ну, вел, значит, этих вот еврейских ребят, значит, на этих оккупантов, значит. И они за независимость Израиля боролись, одним словом. И вот, ну, лет за 200 до Иисуса. И они еще, наверное, чем еще Макаби эту кличку заслужили? Они, когда какой-то поселок, допустим, село освобождали от этих сирийских оккупантов, то они брали молоты и этого идола, в центре которого ставили села, этого поселка, на глазах у всех селян, собирали всех евреев, всех-всех, и на глазах у них этого идола крушили. И не просто даже, а в крошку мелкую, то есть, полностью-полностью разбивали и говорили, смотрите, это вот те боги, которым вас приучали поклоняться, молиться, а наш бог небеса сотворил. Вот так вот, и поэтому, короче, это такое было, практическое такое действие. Так вот, Макабеи эти, да, вот, значит, они одержали победу, в конце концов, хотя малыми силами, но, как бы, большая победа была над огромными превосходящими силами противника. И Иерусалим был освобожден, храм был очищен, они генеральную уборку такую провели, в храме тоже всех истуканов покрушили, поломали, возобновили служение, но ведь эти вот язычники, что пришли на землю Израиля, они, знаете ли, ну, хотели гадить на чистом месте. Они, значит, специально, даже нарочно, они что делали? Брали свиней, заводили их в храм, резали из свиной крови, украпляли храм и мясо свиной уложили на жертвенник. Знаю, что для них это мерзость, специально нарочно, знаете, ну, как бы так вот, показать, что, осмотрите. И прямо в храме поставили идол Зевса, и идол Антиоха, Епифана, и прочие истукана поставили. Ну, как бы, вот, чтобы на глазах у всего Израиля было, понимаете, чтобы люди смотрели и говорили, вот. Но они хотели тем самым посовернить, как бы, и религию израильскую, еврейскую, и бога Израиля хотели посовернить. Вот, вот наши боги победители. Но получилось не по ихним, а по нашему, значит, и, значит, и вот освободили Иерусалим. Но, когда хотели возобновить служение, то не хватило масла. Вот они все усмотрели, как бы, предусмотрели, но не предусмотрели взять с собой елея, светильники зажечь. Светильники, семисвежник, минора, знаете, да, вот в храме семисвежник. Горящий семисвежник в храме, что он собой означал? Что символизирует? Кто помнит? Вот, когда читаете описание храма, да, там время в времени об этом светильнике говорится. Он означал присутствие Бога в храме, во-первых, и в новозаветном формате мы понимаем, что прообраз был Машеха, Мессии, Христа, потому что он есть свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир. То есть, он есть свет этому миру. Но даже до Христа многие евреи, священники многие еврейские верили, что это прообраз будущего грядущего Машеха, грядущего Христа. Так вот, ну, чтобы зажечь минору, а ее нужно было обязательно, это важнейший элемент был, знаете ли, ну, в богослужении тогдашнего ветхозаветного, не было елея. А чтобы приготовить елей, необходимо было, ну, неделю ждать, не меньше, 8 дней вообще-то, 8 дней, да. Это один день очищения, а нет, наоборот, 7 дней очищения, да, требовалось, и один день минимум приготовления. Вот, но они должны были, эти вот ребята еврейские, они должны были либо смотреть, видеть этот храм, уже очищенный, выметенный, приготовленный, да, но не служащий Богу, еще целых 8 дней подряд. Или же начать прямо сейчас. Они нашли елей, но один лишь сосуд нашли. Этого сосуда максимально, максимально хватило бы естественным образом лишь на одни сутки горения. А надо было 8 дней. А нельзя было зажечь сейчас, а потом погасли, как говорится, свечи, и потом снова. Надо было непрерывно поддерживать огонь. Что делать? Дилемма. Но эти герои решились. Не просто на авось, небось, они решили с Богом рискнуть. Залили елей, и будь что будет, начали служение. И Бог благоставил своих героев, и этот суточный запас масла елея, он продолжал гореть каким-то удивительным, странным образом, фантастическим, 8 дней подряд. До того момента, пока он начинал. И поэтому на Хануку, я так долго рассказываю, извиняюсь, на Хануку зажигается минора необычной формы. Девятисвечная, обращаю внимание, ее называют даже обычно Хануке, эта минора. Она в память об этом событии. Вообще, очень хорошее событие, но, как бы, может, даст Бог, зимой расскажу вам об этом поподробнее даже, кстати. Я буду очень рад, потому что планирую, даст Бог, в конце ноября, начало декабря, как раз, снова быть в ваших краях. Так что, живы будем, здоровы, значит, и вот. Хотел бы послужить вам тоже семинаром, вот именно по истории Израиля, истории церкви. Это очень такие, не просто и прошлое наше, знаете ли, не просто дела давно минувших дней. Нет, братья и сестры, Иисус Христос, Он и вчера, но Он и сегодня тот же, и Он вовеки тот же самый. Поэтому мы вот, когда смотрим через призму Писания, это совсем другая история вообще, вообще другая история. И историю все время переписывают, знаете ли, победители пишут истории, говорят так, значит, или просто суммы политики. Но, по сути, нам необходимо переписать историю, по крайней мере для себя, для внутреннего пользования церковного, глазами Библии. Переписать, как бы Бог оценивал то или иное событие, да, того или иного человека. То есть, через призму Писания. Вот тогда мы увидим совсем другую историю. Вот и истории Израиля также, друзья. Так вот, и я говорил о школе Шамая, школе Гелеле. Они даже на Ханаку умудрялись спорить. В школе Гелеле, допустим, традиция до сих пор в иудаизме очень популярная. На Ханаку делали так. Значит, зажигали один светильник. Да, спасибо. Зажигали один светильник. Второй день уже второй светильник к нему присоединялся. Уже было поярче минора. Третий день уже три светильника горело уже. И дальше. Ну, все восемь дней Ханаке горело. Уже потом вся уже минора. Вот Ханаке и это. А в школе Шамая, наоборот, делали специально, нарочно. В первый день все светильники зажигали, потом каждый день гасили один светильник. Но и та, и другая школа, когда им задали вопрос, что же самое главное в Библии, дайте нам ключ к Библии. Ключ к Писанию, к Торе, к пророкам, ко всем писаниям еврейским. Удивительное согласие. И та, и другая школа пришли к одному и тому же мнению. Они нашли этот текст в самой странной книге Библии. Шир Гаширин, та самая, песня песней. А они ле доди, ве доди ли. То есть я, переводчики синодальной пишут, я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне. То есть там буквально я, часть его, я полностью ему принадлежу, он полностью мне принадлежит. Ле доди, бе доди, оборот такой интересный еврейский, означающий полное единение вообще. Интересно, то есть мы одно, мы как, ну, как одна плоть, что ли, так можно выразиться так, если. На самом деле, как по Писанию-то. И слава тебе Господь за все, за все, друзья. И вот даже когда Иисус родился, вот сейчас дни, вот уже вечер, был вечер и было утро, там уже день следующий начинается. Вот сегодня по лунному календарю, какое число начинается сейчас? Сегодня кто-то следит, нет? За библийским календарем. 20 число уже, 20 число Эллула, Элуль месяц, вот, начинается уже сегодня. 20 число уже завершается месяц Элуль, если ясно небо, то увидите, что луна уже маленькая становится совсем, серп уже меньше-меньше убавляется. Вот, значит, и с 20 на 21 будет Новолуния, значит, да. Библейское особенное празднество, которое в Библии описывается как Йом Труа, буквально, или праздник трубного зова, праздник трубления, праздник труб, праздник труб. Удивительный праздник, но в народе его называют по-другому обычно, в народе мы его называем Рош-Хашана. Это обычно яблоки с медом, да, кто бывал, или гранат, допустим, рыбья голова, да, очень интересный праздник такой, своеобразный такой очень праздник. И обычно желаем сладкого Нового года, говорим так вот, и яблочко в мед, раз, оп. Кто-то из землеев там выставил в прошлом году, я помню, из друзей, значит, взял телефон Apple, значит, и в мед, яблочко в меду поставил себе там на аватарку, думаю, молодец. Вот, значит, ну, и вот, это хороший праздник такой, народный праздник, Новый год, называем его. Хотя библейский это Йон Труа, праздник трубного зова, праздник шафаров, значит, звук трубы, блажен народ, который знает этот звук трубы. И для нас, новозаветных верующих, это еще и Рождество Христово, потому что Иисус, исторический Иисус, если брать не религиозную сторону вопроса, а вот православный, допустим, там, католический, протестантский, а вот реальный исторический Иисус, Иешуа, то он родился как раз вот по-нашему, получается, начало сентября, ну, сентября месяца. Вот, значит, и вот в такие дни, Рождество, так что с Рождеством, с наступающим, на днях уже, да, Рождественское, можем с 20-го на сентября на 21-й спеть, так, тихая ночь, так она, древлеца, лишь не спит, благоговенье святая чета. Это вообще прекрасно, вообще, ну, не, очень хорошо, хотя в зимнем варианте религиозном, православном, христианском, там, допустим, католическом, протестантском, есть свой шарм, как бы, Christmas time, это, конечно, красиво, особенно в Америке, если в Европе, о, я два раза побывал, вот, на Christmas time, полностью, в Штатах, это, конечно, это, это просто, от Аляски до Флориды, везде, джинглбэн, джинглбэнс, вообще-то, потрясающе, это аромат корицы, везде, это все, вообще, это настолько, просто, просто везде праздник, везде праздник, вот, значит, даже, уж атеисты, уж даже пишут, Mary, X-mas, хотя бы, хотя бы, даже так, хотя бы, но, но, отмечают каким-то образом, так что, Mr. X, но, на самом деле, это Jesus, а не просто Mr. X, значит, и, но, исторически, Иешуа, именно, родился, вот, в такое время, и, именно, трубление этих труб оповестило о приходе царя царей, Господа господствующих, который пришел, правда, очень странным образом, знаете ли, он пришел, исполнив, вот, те пророчества, которые говорят о младенце, которые говорят об униженном и оскорбленном, об умершем и воскресенном, но, мы знаем, что, последняя, остальная часть пророчеств, как о царе царей, да, как о победителе, о судье, это все исполнится при его втором пришествии, до Рождества, до нашей эры, вот, о приходе Вессии, знаете ли, была целая головоломка, значит, ребус, то есть, вообще, было больше вопросов, чем ответов, было непонятно, как может в личности одной, в одной судьбе, все совместится вообще, и страдающий, и униженный, и убитый, и воскресший, и, значит, и, знаете ли, и победитель, и на коне, вот он как герой, вообще, что за судьба такая странная, вот, но мы теперь знаем, что эти события, они разделены даже тысячелетиями, оказывается, вот так вот, братья и сестры, и когда он родился, то Иосиф, он получил откровение, что Марьям, его невеста, когда, с которой они были обручены, получается, да, значит, или в помолвке были, вот, конечно, Иосиф человек верующий был, набожный еврей, но, ну, не настолько, знаете, чтобы поверить, что она, вот, ну, надула ветром, знаете, вот, как бы, она вдруг объявляет, что она оказывается беременна, но, конечно же, он понимает, взрослый человек, что, как бы, не могло такого же быть, вот, вот, но он и не хотел, с одной стороны, и позора, и ее позора, и во сне получил откровение, во сне, да, сон, другой, может, сказал бы еврей, ну, мало ли, что приснилось, может, поел на ночь, не того, что, мало ли, вот, но все мы разные, и каждому из нас Бог находит какую-то свою дорожку, вот, сердце Иосифа Бог нашел свою дорожку, через сон, во сне, Бог проговорил ему, через ангела во сне, что, то, что Мариян говорит, это правда, что она забеременела, она забеременела от Духа Святого, сверхъестественно, и пророчество, которое в тот момент исполнялось, разворачивалось уже в исполнении, да, оно говорило, что «се дева в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», что значит, переводчик пишет синодальный «с нами Бог», и многие другие переводчики переводят именно так, «с нами Бог», хотя по совести здесь надо поставить не просто «с нами», а «в нас», или растворенный в нас Бог, частью нас ставший. Вот это «аниле доди», «медоди ли», оно исполнилось как раз именно вот в этот момент, особенным образом. И я иллюстрацию привожу часто с водой, такой фокус, иллюстрацию показываю. Вода, когда она в стакане, это этану моим, вода моим на иврите, этану моим. Но когда я пью ее, вот ваше здоровье, вот, вода во мне теперь, это, она растекается по мне, она частью меня становится сейчас, вот, я частью ее становлюсь, и вот эта вода уже, которую я выпил сейчас, да, она во мне сейчас, вот, эта вода уже не этану моим, а эману моим, эману. И, но как можно Бога выпить, съесть Бога вообще? Это очень странно, да? Недаром, когда Иисус об этом говорил, то, ну, вся церковь ушла фактически, вот, осталось только 12, и большинство из учеников просто повернулись и ушли, помните, да? Даже многие проповедники видят в этом роковое совпадение такое, это знаменитое 666, да, Иоанна, 6 глава, 66 стих. Говорят многие проповедники, о, в этом какое-то апокалипсическое проклятие какое-то. Значит, ну, я не знаю, это специально или так получилось, но, вот, действительно, число человеческое исполнилось. Когда по-человечески, по плоти хочешь все разобрать и понять, знаете ли, и те, кто буквально старались понять Иисуса, конечно, их ждало разочарование. Хотя Иисус предупреждал ведь, Он предупреждал, что то, что я говорю вам, это слова дух и жизнь. Не понимайте, товарищи, это все буквально, постарайтесь понять это духовно. Но все равно, от ворот по ворот, хлопнули дверью и сказали, нет, сюда больше ни ногой, этот батюшка не такой, найдем себе другого пастора, нормальную церковь. Ну, что это, ну, что это, ну, что это, кто-нибудь есть меня и пить меня, значит, а тот не имеет жизни со мной вообще. Ну, что за, это что он, это как бы каннибализм, что ли, там пропагандируют. Но, даже те оставшиеся, конечно, да, они не все понимали, но Петр сказал мысль эту хорошую, что ты имеешь глаголы вечной жизни. То есть ты, пусть даже это непонятно сейчас нам, но это есть жизнь. Мы поняли, что в этом есть какая-то жизнь. И когда Иисус совершал последний этот свой ужин, да, с учениками, последнюю пасхальную вечерю Ветхого Завета, получается, и уже первую, уже Нового Завета, то он, преломляя хлеб, он сказал, это мое тело, ешьте. А потом взял чашу, после вечеря уже все было съедено, выпидано, на пасхальном столе уже ничего не осталось. Барашку уже они уговорили, это уже все съели, уже там было как минимум 13 голодных мужчин, они, конечно же, это животное уговорили. Там был шашлык такой, вот, правильный, знаете ли, там не был символический перекус. Вот, значит, в те времена ели по-правдушному. Значит, и, знаете ли, не просто там на косточке, так чуть-чуть, как сейчас на седере пасхальном, когда присутствуешь, встаешь после такого ужина с легким чувством голода. Вот, а там, как бы, все было по-серьезному, по-взрослому. Вот, и даже по Писании говорится, что если даже не смогли доесть, ну, хотя бы понадкусывайте хотя бы. Вот, а то, что останется, надо было, нельзя было оставить на завтра. Надо было все сжечь, понимаете, вот так вот. Поэтому он там, хочешь, не хочешь, хоть пузо лопнет, но надо съесть все, надо все было доесть. Одним словом, все эти вот апостолы, да, все они уговорили барашка того. Вот, вот, уже все сильно было выпито, уже все тосты были подняты. Это по книге Исход, 6 глава, 6, 7, 8, там, даже 9 стихи еще. Вот, это по книге Исход, где Бог говорит, что вот, я выведу вас из земли египетской, из дома рабства, значит, и он говорит, я введу вас в ту землю, где там молоко и мед, там, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Якову. И написано, я Господь, там, ну там даже в оригинале тетраграматом, там, Его, то есть он вообще самим собой клянес уже даже, все, и точка. Вот, и каждый пасхальный этот ужин, вот эти слова, они вспоминались, вот, и поднимались толстые, ну, как вот, там, мясо, трава, зелень это, горькие травы, значит, вино, хлеб, вот это, как бы, главные элементы вот этого пасхального седора. И тосты. Первый тост на пасхальном банкете, там, такой, кто там был тамадой, я не знаю, но, может, Иисус сам поднимал эти тосты, может, кто-то из учеников, а может, тот самый странный мужчина, который нес воду, значит, через которого они вышли на эту конспиративную квартиру, собственно, да, увидев этого мужчину, несущего воду. В то время это было невозможно вообще найти в Израиле мужчину, несущего воду, понимаете ли, вот, поэтому, когда Иисус сказал, что вам знамение будет, вот, вы зайдете в город, и вы увидите такого мужика, который несет воду, не может быть, ну, ладно, посмотрим. Раз Иисус сказал, значит, все, вот, да, если даже из рыбы можно достать, знаете ли, денежку, то и мужика можно с коромыслом, да. И вот идет Иванка коромыслом, знаете, на Галя, вот это да, их рты раскрылись, не может быть, в те времена просто, если мужчина нес воду, это же был знак позора вообще, вот, даже если он один живет, бабы, допустим, да, у него, ну, он один живет, сам по себе, он должен, чтобы его все село там не осудило, как грешника, он должен был приплачивать соседке какой, чтобы она носила ему воду. Понимаете, потому что это была чисто, ну, женская работа, Тора не запрещает это, но предания, которые уже такие были уже в то время, очень серьезные, очень строго осуждали, это как часть женской работы, которую нельзя мужчине выполнять, уже грешникам, его могли даже и отинагоги уже там уже сказать, батюшка злобой, может, все, позволь, уходи, вот там, побудь с грешниками, вот, значит, здесь нормальные люди живут, значит, вот, да и, как бы, проблем у него были бы везде. Вот, поэтому встретить мужчину еврейского в то время несущего воду, ну, легче было там, Якубовича на лыжах, знаете, в лифте увидеть. А, тем словом, значит, ну, они пошли и увидели точно, идет мужик с водой, вот это, да, они за ним проследили, куда он идет, а он пришел на квартиру такой, и они хозяину пришли, говорят, этого дома, говорят, вот, учитель сказал приготовить Пасху, и у них рты опять открылись, он их удивляет, а уже все накрыто, посмотрите, как, весь Израиль только собирается в эти дни готовиться, а здесь уже накрыто, не может быть, это что же за секта такая здесь? Да, действительно, там жили какие-то особые сектанты, наверное, вот, значит, не иначе. Это, скорее всего, сейчас историки говорят, была конспиративная такая явочная квартира одной из сект иудаизма тогдашнего, значит, и есеи, и есеи, те самые, да, они как раз, они обычно жили вне городов, но когда в городах находились их конспиративные такие явочные квартиры, то они делали все пораньше, раньше всех в Израиле они накрывали, устилали все, и их мужчины порой демонстративно нарушали на глазах порой у горожан предписания устные, в частности, вот, даже могли носить воду, показывая тем самым, что это не грех перед Богом, даже если люди это рассуждают, они демонстративно порой могли такое подчеркнуть, показать даже. Так что это была, скорее всего, такая конспиративная явочная квартира одной из таких сект. Вот, как бы, и вот там Иисус провел вот ту последнюю Пасху Ветхого Завета и уже первую, уже Нового Завета. И вот, когда кто-то из них был там, Тамада, значит, поднимал тосты, первый тост всегда лихаем поднимался и поднимается за свободу, что мы не рабы. Второй тост – рабы не мы. Первый тост – что мы вышли из Египта, потом едим мясо, опять все, овощи, категорики травы, и второй тост потом поднимается, что Египет вышел из нас. Первый – что мы вышли из Египта, второй уже поднимался потом тост, что Египет, потому что там «избавлю вас от рабства их», пишет переводчик синодальный, в оригинале «избавлю вас от рабства мышления их». И помните златоустого протестантского мира? Чарльз Перджин был такой, король проповедников в 19 веке, потрясал всю Англию, и весь англоязычный мир тогдашний. Пробуем этими такими о покаянии, вообще о примирении с Богом. И он говорил, интересно, такие слова, что 40 дней надо было Всевышнему Богу, чтобы свой народ вывести из Египта к месту встречи. То есть на свободу, получается, 40 дней. Но 40 лет надо было Богу, чтобы Египет вывести из евреев. Избавить их от образа мышления раба, от образа мышления материалистического, оккультного, бесовского, которого они нахватались там, в Египте. И это очень непросто, друзья. Так вот, и первый тост, что мы не рабы, второй – рабы не мы. Потом опять идем мясо, травы горькие, и рассуждаем. Третий тост, очень красивый тост, мне очень нравится он. Третий тост о чудесах и знамениях Бога. Что рукой крепкой и мышцей простертой он совершил чудеса свои при исходе. Когда мы совершаем уже вот сейчас, в наши дни, подобные на Пасху, седр, то не только вспоминаем чудеса, которые были тогда, когда-то. Не только вот там казни египетские, да, и что море перед нами раступилось. Представляете, как в православии поется И вот, что мы прошли по морю, как по суше прошли, а фараона войска, ну, казалось, да, я вот, я непересно люблю петь вот. Вот, и, вы знаете, многие чудеса, но в новозаветном формате, мы когда совершаем сейчас седр, мы говорим о чудесах, которые Бог совершает в наших судьбах, при нашем исходе сейчас. Даже в Талмуде говорится, в Талмуде рассказывается интересно о Пасхе, о Сегале, что каждый, кто его ест, должен есть его так, как будто он сам вышел из Египта, как будто он был рабом и стал свободным. Вот тогда он действительно переживет чудо в своей жизни. Но, а нам есть что говорить, нам есть что свидетельствовать людям на самом деле, говорить друг другу, как Бог совершил чудеса. Когда человек соглашается с Божьим планом спасения, по Богу.